Двое палестинцев открыли огонь по местным жителям на въезде в Иерусалим. Погибли три человека и еще восемь ранены. На кадрах с камер наблюдения видно, как белый автомобиль остановился рядом с переполненной автобусной остановкой. Из него вышли двое мужчин с пистолетами и начали палить в толпу. Полиция сообщила, что нападавших застрелили. К слову, окт насилия произошло в то время, когда Израиль и Хамас согласились продлить шестидневное перемирие в Газе еще на один день. Теперь оно нарушено. Это трудное утро для всех нас. Выражаю свои соболезнования семьям погибших. Желаю крепкого здоровья раненым и благодарность героям, которые спасли людей. Это событие еще раз доказывает, что мы не должны проявлять слабость. Мы должны говорить с Хамасом только через прицелы, через войну. Мы должны бороться против Хамаса. Это событие доказывает еще одну вещь, насколько важна политика распространения оружия. А в Индии спасатели подняли на поверхность последнего 41-го рабочего. Напомню, люди оказались под завалами обрушившегося тоннеля в северном штате Уттархан. Спасательная операция продолжалась 17 дней. Это были хорошо скоординированные усилия нескольких агентств, ставшие одной из самых значительных спасательных операций за последние годы. Неустанные искренние усилия каждого в сочетании со всеобщими молитвами сделали ее успешной. Бейонсе и Марго Робби вошли в список самых влиятельных женщин 2023 года. Рейтинг представила международное издание Financial Times. Кроме представителей шоу-бизнеса, туда вошли политики, писательницы и правозащитницы. По словам английской актрисы Эмеральд Феннелл, Марго Робби и ее партнеры доказывают, что существует мир, где умные, трансгрессивные и оригинальные фильмы могут приносить деньги. А о Бейонсе отзывается Опра Уинфри. Она отметила, что никакие слова не смогут описать огромный талант певицы. По словам редактора издания Рулы Халав, этот специальный проект разрабатывался в течение нескольких месяцев. В его формировании участвовали сотни экспертов. В конечный список попали женщины, оказавшие большое влияние и получившие престижные награды. Но даже Нобелевские премии, Пуллицеровские премии, Грэмми и Чемпионаты мира не в полной мере отражают многогранный характер их работы. На этом у меня все. Мы будем следить за развитием событий в мире. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова